Добрый день! Сегодня у нас головоломка от производителя, которого давно не было слышно. Это CUB4U. Известно, что они выпускали кубоиды, но другой информации по их изделиям у меня нет. CUB4U, CUB4U, 3х3х4, версия 2. В коробке нет инструкции, нет чего-либо вообще, кроме самой головоломки. CUB4U. Дизайн вполне знакомый для тех, кто когда-то встречался с CUB4U. Если мы вспомним, 3х3х5, 3х3х7 от этого бренда. От них был еще Gigamix, если не ошибаюсь, и Terramix. Кто-то из них точно был, но очень плохого качества. Даже MF-8 и то были лучше, не говоря уже о Шингшоу. Вот кубоиды вполне неплохие и аналогов пока, вот именно в таком 4-факторе, никто не выпустил. С коробочкой понятно, оставляем в сторону. И почему это V2? Потому что есть еще первая основная версия, 3х3х4, где у нас все ряды одинаковой толщины. Если мы посмотрим на головоломки 3х3х4, на 5 и на 7, то они все выполнены в форме кубика. И тот же самый 3х3х5 можно вращать вот так вот. Так и современные 3х3х9 от VTDN, как трешку. И даже 3х3х11. 3х3х4 версия 2, хоть и имеет такие же габариты, но вращается точно так же, как и первая версия. По сути, от нее отличается только размером крайних слоев. То есть, как трешку, повращать у нас не получится. Есть модели 3х3х4, которые вращаются таким образом, изменяя форму. Но это уже от других производителей. Но так как сборка ничем не отличается от 3х3х4 стандартного, мы просто перемешаем эту головоломку и соберем. Все равно в скором времени я собирался делать обучающие видео на кубоиды. Возможно, они уже вышли, потому что неизвестно когда я опубликую это видео. Потому что головоломка очень старая. Досталось мне случайно, когда я выкупал редкие экземпляры, по-моему, пентайдров из каких-то остатков распродаваемого товара. Причем даже в России. У меня такого не было. Особо интересных, конечно, тоже. Ему не испытывал, но решил взять. Изначально крутилось совсем плохо. Но если добавить немного жидкой смазки в мару, то все становится, как обычно, у Кубфайо. То есть, если мы возьмем опять же 3х3х5, то еще на слой точно такая же. Даже элементы у нас. Да, вот верхние все такие же, как у 3х3х5. На 3х3х7 свои гораздо тоньше. Тут уже менее стабильная конструкция. Здесь все более-менее вращается. Ничего сложного. Я знаю, что уже выпускается Кубоиды 3х3х13, 3х3х15 компанией VTDN. Ну вот, это такой вот компактный Кубоид, прям четный, на котором можно и показать все необходимые алгоритмы. Ну, для начала обычно собирается средний слой, который здесь отсутствует. Поэтому собираем белый крест и верхнюю половину Кубоида. Два оранжевых, два красных. Так, здесь синие ставим сюда. И зеленые, и зеленый. Вот мы собрали крест из верхних двух слоев. Теперь собираем сразу два слоя вот этих углов. Ищем снизу. Вот синий и оранжевый. Есть такой же, такого же нет. А если оранжевый и зеленый, такой есть. Ну, располагаем напротив того места, куда нужно поставить. То есть, должны стоять вот здесь. Мы ставим здесь вот по диагональке. Ну, и стандартным Кубоидом, алгоритмом ставим на место. Что интересно, на четных Кубоидах можно вот это последнее движение U не делать, поскольку в среднем слое это нет. И возвращать не обязательно. Особенно, если мы делаем сразу для двух. То есть, вот здесь вот надо только один элемент поставить на место. Есть он у нас. Пока нет. Потом вращать будем только верхний. Так, что у нас? Синий и оранжевый не появился. Зелено-красный на месте. Вот здесь зелено-красный. Ну, давайте что-нибудь. Вот эти два элемента точно не должны стоять здесь. Мы ими выбьем то, что там стоит. Так, и что у нас вот зелено-красный. Опять ставим напротив по диагонали. Да, и вот здесь вот движение лучше докрутить, чтобы вернулось все на места. Смотрим дальше. Синий и оранжевый так все не хочет выходить. А, он стоит на своем месте, но неправильно. Нет, на кубой дыха это невозможно. Значит, он вот здесь. Так, чтобы его отсюда достать, мы должны поставить синий-красный сюда на место. Но верхний элемент уже стоит, поэтому мы будем сейчас вращать только вот этот толстый слой. R2, U-штрих, L2, U. R2, U-штрих, L2, U. Вот этот остался на месте, а сюда мы элемент поставили. Ну, а теперь к этому сине-оранжевому должен уже найтись второй элемент. И вдвоем мы их сюда поставим. Ну вот, два струя готова. Переворачиваем. Смотрим. Так, здесь два угла стоит правильно. Здесь, ну, копье. Алгоритм для копья я не использую, поэтому будем делать T1 дважды. Но при этом, чтобы у нас верхний слой не собрался, из правильного положения мы поставим его в неправильное. Тогда T1 не соберется. Делаем T1. Причем на кубоиде 3 на 3 на 4, если мы делаем T1 для двух флоев, здесь, по идее, нужно сделать U-штрих D, можно было просто перехватить. Да, и продолжаем. Так, и вот мы видим, два элемента встали правильно, а здесь два элемента, пусть другие, но все равно остались. Опять ставим их слева. Теперь в правильную позицию и делаем еще раз T1. Ну, это первое, естественно, которое для кубоидов. Сейчас я перехвачу. Идется довернуть. Так, ну и у нас паритетов нет, что тоже хорошо. Ну, в разные стороны нужно вот это переставлять, поэтому он придется в разные стороны. Покажу два разных алгоритма. Для этого случая F2D, R2D' M2F2, M2F2. То есть так мы поставили второй слой на места ребра. Ну и теперь можно, конечно, таким же алгоритм, но для одного вот этого слоя. Можно использовать другой. F2U, R2U, 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 R2U. Чуть не ошибся. Из-за того, что это четный кубой, здесь может быть паритет. Такой же, как на 4х4, ну, пилы и паритет, у LLU здесь не бывает. Выглядит паритет вот так, ну, так же, как на 4х4, то есть нужно менять два вот этих ребра. Есть хитрые алгоритмы, длинные, страшные для всего этого, но мне больше нравится использовать другой способ. То есть мы сначала избавляемся вот от этой перестановки, неправильной. Делаем R2U2, 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 R2U2. Таким образом решается подобная ситуация на кубойде 3х3х2. Но на более крупных кубойдах разворачиваются вот эти элементы. А здесь можно решить, ну, не совсем стандартным, но алгоритмом для 4х4. Он запоминается очень легко, поэтому мне и понравился. Еще он используется на миксапах, на примере мной. R2, а здесь R2 это внутренний слой. Вращается U2, R, U2, R2, U2. И то же самое надо повторить. R2U2, RU2, R2U2. То есть примитивнейший алгоритм, очень простой и действенный. И все собирается. В результате мы используем два простых алгоритма и решаем любой паритет. Если у нас перестановка вот такая вот, это с этим, то потребуется еще сделать какой-нибудь там Uperm в конце. Ну, или что-то более хитрое изобретать. Ну, а так все легко и просто решается для кубоидов 3х3х4. Ну, и также 3х3х6 и любых других четных, у которых нет среднего слоя. Вряд ли вы где-то эту головоломку сможете купить. Больше такое познавательное видео. Сейчас можно приобрести 3х3х4 от других брендов, но смысл сборки не меняется. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.